Начали депутаты свою работу с рассмотрения кадровых судейских вопросов. В итоге утвердили пять постановлений о назначениях служителей Фемиды. Эсма Курсая тайным голосованием назначена судьей Верховного суда Абхазии. Манана Делба – судьей арбитражного суда республики. Маак Вициния будет трудиться в Сухомском суде. Борис Аргон и Людмила Чанба в Гудаутском. После этого парламентарии приступили к рассмотрению проекта республиканского закона об особых экономических зонах. Депутат Георгий Агрба отметил, что данный документ будет способствовать привлечению инвестиций в Абхазию. В данном законопроекте речь идет о возможности создания особых экономических зон на территории республики Абхазия. Там определены виды рекреационная, курортная сфера, производственная деятельность. Но закон ни в коем случае не устанавливает какие-либо конкретные зоны в каких-то конкретных территориях и так далее. Или по каким-то конкретным видам закон дает право президенту принять решение, правительству дальше разработать в соответствии с законом, то есть создать таковые зоны. То есть мы даем дополнительный инструмент нашему правительству для того, чтобы они могли этим инструментом воспользоваться. Мы считаем, что этот инструмент может позволить привлечь инвестиции в нашу страну, в нашу экономику. Бурное обсуждение вызвала конституционная поправка государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка. Ее инициатор, депутат Саид Харази отметил, что согласно Конституции Абхазии человек получает все гражданские права только после рождения. А изменения в законе предполагают защиту прав еще нерожденного ребенка. Когда мы смотрим на готовящуюся стать матерью, то видим женщину, формировавшуюся личность. Ребенок, которого она носит под сердцем, является таким же живым человеком, как и его мать. Дети есть оплот и будущее любого государства. Продолжение человеческого рода, ребенок и соответственно это и будущее Абхазии. Для нас это очень важно понять, что жизнь, находящаяся в утробе, это живой человек. Потому что совершенно очевидно для всех, что самая большая угроза, которая у нас существует, это демографическая проблема. И в этом смысле мы должны предпринять всевозможные меры, которые только могут. Мы можем ошибаться, но, кажется, все ошибки можно исправлять. В данном случае все-таки я выступаю за принять такого закона. За данное изменение статьи Конституции проголосовало большинство присутствующих в зале парламентариев. В итоге поправка прошла. Первое чтение. Анастасия Никонова, Эдуарда Ракелян, Абаза ТВ.